МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осадки и низкая температура сегодня главные помощники специалисты Росатома и войск РХБЗ специально ждали холодов, чтобы начать разрушение цеха ртутного электролиза на территории УСОЛИ ХИМПРОМ. Снег не дает разлетаться пыли, а низкая температура сдерживает пары ртути. Превышение ПДК предельно допустимой концентрации внутри цеха почти в 200 раз. Там уже 22 года хранятся ртутные шламы. Чем ближе к зданию цеха, тем опаснее человеку от ртутных паров не спрятаться. Это оператор Демалюшина даже в кабине в спецзащите. Я очень четко понимаю, где мы можем находиться, где не можем. По сути, каждый день, три раза в день производятся замеры. До начала рабочего дня, в обед, в том числе и в кабинах техники, которая работает, и в конце рабочего дня. За исполнение всех работ по ликвидации токсического загрязнения УСОЛИ ХИМПРОМа отвечает предприятие Росатома, федеральный экологический оператор. Цех ртутного электролиза был самым грязным и самым опасным местом на площадке. За почти 30 лет работы цех сбросил в окружающую среду полторы тысячи тонн ртути. 60 из них за десятилетия попали в Ангару. На площадке ХИМПРОМа не были в должное время сделаны очистные сооружения. И просто-напросто очистные сооружения представляют из себя шламонакопители, простым языком, это такие озера, в которые сливались все отходы, происходило отстаивание, перетекали следующие озера, дальше отстаивали. На улице от ртутной интоксикации защищает сама Сибирь, ее прозрачный хвойный воздух и ветер. Щиток противогаза военной РКБЗ несколько раз проверяют на плотность прилегания и инструктируют. Малейшая головная боль, тошнота, сию секунду на выход. Вот здесь сосет. Нормально? Да. Подыши. Сверкающие шарики везде. Гирляндами, россыпью. В канавках густо-черная вода. Еще один признак ртутного загрязнения. Это, как раз, товши с ртутными шламами. Они уже здесь почти 20 лет стоят. Рыжки на всех раздраивали. Если присмотреться, давайте камеру сюда. Видно вам скрепление ртуни. Но гораздо страшнее то, что под цехом. Фундамент и почва впитали ртуть, как губка. Ремократная паршюта в электронках развивает под собой не только снос всех наземных конструкций и утилизацию бочек со шламовыми отходами, но и вымку полностью всего грунта на глубину заражения. Технически выполнить эту задачу не так просто. Под зданием расположены все коммуникации. Грунтовые воды поднимаются высоко. Но ртуть, хоть и страшная, но малая толика, в общем числе проблем всей загрязненной территории Уссоли. А это 610 гектаров. Когда я первый раз приехал, это было зимой. И я этого видел, я говорю, слушайте, какой это он муниципальный ЧАЭС. Тут реально федеральный ЧАЭС. На площадке, куда сваливали отходы винилового производства, впору снимать марсианские хроники. Растительность выжжена. Даже птицы облетают это место стороной. В непосредственной близости от Ангары нефтяная линза. Нефтепродукты ушли с промплощадки грунтовыми водами. Есть такое понятие промышленные отходы первой и второй категории опасности. То есть по сложности и технологичности они сопоставимы с нашими традиционными компетенциями. Было принято решение не только о поручении нам конкретных объектов, в частности Уссоли Сибирского, но и было принято решение о наделении Росатома полномочиями единого федерального оператора по работе с промышленными отходами первого и второго класса опасности. Строительство завода по производству этиловой жидкости началось в 1933 году. Через три года предприятие уже начало поставлять продукцию. В войну в Восточную Сибирь эвакуировали САГСкий хлорный цех вместе со всем оборудованием. Мощности по производству хлора стали сердцем комплекса, а производство карбида кальция и вовсе было крупнейшим в стране. Сегодня о былом величии Уссоли Химпрома напоминают разве что плакаты времен расцвета индустриализации. Здесь все загрязнено тяжелыми металлами. Более того, в этих цехах находятся емкости, реактора, бочки, которые заполнены опасными химическими веществами, отходами, которые никто не утилизировал в свое время. За пару десятилетий, которые промплощадка простояла без охраны, мародеры растащили все, что плохо лежало. Неиспользованное сырье и отходы остались предоставленными сами себе. От завода до жилых кварталов едва ли больше километра. Стянутый дорожной петлей город Уссолье-Сибирское с конца 90-х практически приперт к стенке собственным градообразующим предприятием во всех смыслах – экономическом, социальном, но самое главное – экологическом. У нас проходит водопровод по территории Химпрома, у нас проходит электроснабжение, у нас идет электроснабжение наших очистных сооружений. Единственного водозабора – белое. Поэтому, конечно же, стало просто опасно, что город встанет на какой-то момент. О том, что побросали на промышленной площадке бесконечно менявшиеся собственники, уссольчане, конечно же, знали и не молчали. Только их никто не слушал, пока экологическая бомба не начала по-настоящему детонировать. В 2018 году черные металлисты пытались распилить и похитить железнодорожную цистерну с промплощадки. Тетрахлорид кремния в считанные секунды среагировал с влажной атмосферой. Пары хлора накрыли территорию плотным апокалиптичным туманом. Город спас только ветер. Что в этих цистернах? Две цистерны, заполненные тетрахлорсиланами, 99,5% содержания тетрахлорсилана и 3 хлорсилана 0,5%. Это сырье, но оно является опасным, имеет первый класс опасности в любом случае. За лето и осень специалисты федерального экологического оператора успели идентифицировать и перезатарить химикаты из 16 цистерн. Они несли угрозу залповых выбросов. Чтобы не тратить деньги на утилизацию опасных отходов и неиспользованного сырья, владельцы заводов с начала 2000-х сливали химикаты в бочки или цистерны и даже просто закапывали в землю. Территория у Соли Химпрома полна сюрпризов. В одном из полуразрушенных зданий мы обнаружили вот такую разграбленную лабораторию. Нет оборудования и мебели, зато в целости и сохранности лабораторная посуда, колбы и пробирки. По полу разбросана документация на вещества, в шкафах стоят пробы и реактивы с предприятий. Есть даже запаянные колбы. Вот такие. Это подписано Трилон-Б, а это чистая соляная кислота. Каждый такой сюрприз, новый вызов и новые хлопоты. Лабораторию придется инвентаризировать, прежде чем снести. А между тем у проекта ликвидации у Сольского загрязнения есть вполне конкретные сроки – 4 года. Усольская соль входит в десятку лучших солей мира. На этом поле 12 скважин рассолопромысла. Сейчас они уже, конечно, не действуют. Одна из них находилась вот там. И до завода тянулись километры труб. Вот в ту сторону. И когда предприятие перестало работать, их разворовали в первую очередь. Если б не соляные пласты, никакого химпрома тут и не было бы. Вряд ли строители завода в 30-е годы задумывались, какой бедой обернется подарок природы для этих мест. Мы вот с вами находимся сейчас на скважине номер 2, Р2Х. Скважина идет на глубину 1300 метров под землю. То есть больше километра вниз. Больше километра вниз, да, скважина идет. Ствол скважины, а там уже идет выработка каверна, так называемая. Вот в ней находятся отходы эпихлор-ядрины. Естественно, они смешаны с рассолом. 18 тысяч тонн сюда было закачано отходом. До частного сектора 400 метров. В случае прорыва грунтовые воды разнесут отравляющие вещества по колодцам. Эпихлоргидрин при взаимодействии с воздухом образует хлористый водород. По сути, соляную кислоту. Один вдох и мгновенный отек легких обеспечен. Поэтапный проект решения всех усольских проблем уже есть. После очистки и сноса зданий начнется процесс фиторемедиации. У нас есть запатентованная технология. Высаживается, как ни странно, такое растение, как горчица. Оно оказалось наиболее эффективно в плане высасывания ртути из земли. Высаживаются поля горчицы, поливается специальным химическим соединением. Ртуть переходит в то самое нерастворимое соединение в растениях, в стеблях, в листьях. Дальше все это скашивается, компостируется, и там уже ртуть безопасна. Здание цеха ртутного электролиза, который столько лет отравляло воздух и жизнь людям, снесли в читанные дни. Дальше демеркуризация бетона, металлоконструкции и грунта. Извлекать ртуть будут механически собирать капли, где их можно собрать, или химически обрабатывать конструкции хлорным железом. Почву на глубину загрязнения достанут и прогреют пары чистой ртути, поймает охлаждающая ловушка. На все объекты мы уже вышли, и все, что необходимо до наступающих сейчас в Сибири заморозков, сделали. Часть работ будет продолжена в ходе уже холодного периода. Нам нужно создать все необходимые условия для того, чтобы в весеннюю оттепель следующего года войти с максимальной гарантией безопасности. В будущем ликвидировать последствия экологической катастрофы будет в том числе и создаваемый экотехнопарк. Само Усолье-Сибирское тоже, как обещают в Росатоме, преобразится. Его уже включили в программу «Умный город». Это цифровизация городского хозяйства. Очень много сегодня ко мне подходит коллег, которые готовы рассмотреть эту площадку как приоритет. Она же сам город, и вот эта площадка, она входит в зону территории, опережающей социально-экономического развития. То есть есть там налоговые льготы, там есть условия для ведения качественного такого профессионального бизнеса. Чистую зону будут гектар за гектаром отделять от грязной, пока от опасного наследия не останутся одни воспоминания. К 2024 году на промплощадке не останется ни одного из этих старых, разрушенных, разграбленных, сгоревших и токсически опасных зданий. Все отходы будут перезатарены и переработаны. Сейчас в это, конечно, еще очень трудно поверить, но просвет в этой экологически безобразной тьме уже виден. И можно с уверенностью сказать, что Усольская земля будет снова жива, и на ней снова будут цветы и трава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова